Мы поднимали вопросы о работе центра занятости. Здесь было предложение конкретно именно тех лиц, которые достигли 58 лет, состоят в центре занятости, отправлять их на пенсию досрочно, как при сокращении. Сегодня не всех подряд, но первое предложение у нас было всех подряд. Но в результате длительной работы и сверховным советом говорят, это очень много, 18 тысяч и так далее. А в данном случае мы сузили эту категорию для тех, кто стоит, если человек работает, конечно, ему есть на что жить. По запросу был получен ответ, всего 11 человек состоят на учете в Бюро трудоустройства, участников их действий, имеющих возраст 58 и стаж 25 лет. То есть это не тот вопрос, который мог бы не приняться. Я думаю, мы обратимся еще раз за поддержкой к депутатам нашим, хотя они всегда отставляют нас в правительство. Казалось бы, что законодательная инициатива могла бы исходить и от наших депутатов, и от нашей госадминистрации. Пусть в поддержку даже нашей. Мы выступаем по социальной защите инвалидов с детства, вы знаете, что это большая проблема. Мы выступаем по работе службы социальной защиты для лиц, окажавшихся в социальной жизненной ситуации. Таких человек за этот год, только я вам приведу пример, два умерло. Матросов, член нашей организации, был парализован, привезли домой его, отправили. Семья асоциальная, человек умер голодной смертью. Дверь закрыта, я пытался туда стучать. Хотя звонил в министерство социальной защиты, в здравоохранение, в милицию, говорит, мы не можем войти, нету ничего. Но человек умер. За неделю он умер после парадича. Обидно, жалко. Оставленка второй тоже. Удалось его реабилитировать, тоже член нашей организации. Ну, вышел из тюрьмы, не было где жить, не мог ходить. Оформили инвалидность, человек все равно спалился, сгорел, умер. Заходили на квартале обоих защитников отечества. Поэтому такие приюты нужны. Пусть они будут либо в городе, либо в республике, но они нужны. Это страшно, когда люди умирают в таких условиях. Один замерз вообще. Просто замерз в доме. Это было в том году. Мы выступаем с предложением увековечения памяти ветерана Великой Отечественной войны и защитников ПМР. Мы предложили внести на одной из надписей на Стэнли на плите количество героев Советского Союза, участвующих в Яссо-Кишневской операции при освобождении, в том числе, Бендер. Почему-то пока нет внятного ответа. Говорят, что есть. Но мы не говорим по-фамильному. Мы говорим количество внести, как это имеет место быть в городах воинской славы Российской Федерации. Поэтому это, надеюсь, что будет сделано, потому что в этом году мы отмечаем 75-летие Великой Отечественной войны. Победа Великой Отечественной войны. Мы просим, чтобы дополнили въездные знаки надписями, указывающими на статус нашего города. Город воинской славы. По прохождению лечения в госпитале наших ветеранов и посещения санаториев ПМР. Этот вопрос у нас вроде налажен нормально. Актуальные вопросы для решения начисления пенсионного обеспечения. Я ниже о них скажу. Некоторые из ранее поднятых нами вопросов, которые оставались без какого-либо решения, были направлены в качестве наказа президенту Приднестровья. И на сегодня имеют форму закона. Право приобретения участников боевых действий легкового автомобиля для личного пользования без уплаты и тамошенных пошлин. Это наше предложение. Оно было еще, когда президент был депутатом Верховного Совета, председателем Верховного Совета. Сегодня это норма закона. Уже многие, я знаю, воспользовались такой льготой. По нашему предложению с 2019 года, 17 марта, день народного ополчения входит в перечень государственных праздничных дней. Потому что до этого выручали даже орден в день коммунального хозяйства. Но сейчас будет приятно в день нашему участнику, в день народного ополчения, услышать поздравления от президента. О каких-то, говорит, очередных наградах и уважениях. По результатам нашей работы было принято решение о внеочередном обслуживании получать защитников КПМР и бесплатной выдачи справок с самоседстанцией, нотариатиками, ВТИ и других госучреждениях для участников боевых действий. В учреждениях при МВД, к сожалению, министр нам определил 50% льготу. Вот, заходишь в пожарку, когда, там 50%. Мы отправили письмо для того, чтобы сделать 100% льготу, как это имеет место в других госучреждениях. Согласно наших обращений, 10 членам организации было предоставлено бесплатное лечение в санаториях. Предоставлена возможность лечения в госпитале. Всем желающим. Один раз в год подправить свое здоровье в госпитале не помешает никому. Правда, есть, кто ложится в силу острой необходимости по состоянию здоровья в два раза лечиться. Было проведено бесплатное злобопротезирование по ходатайству организации о внеочередном лечении лиц, состоящих в очереди на 2017-2018 год наших членов организации. В настоящее время за 2018-2019 год, вновь записались 15 человек, на ходатайство о внеочередном протезировании наших товарищей сейчас получил ответ о соблюдении строгой очередности. Совместно с жителями города мы обращались в госадминистрацию, в госсовет, с ходатайством об организации дополнительных парковочных мест в центре города. Вопрос открытия бывшей стоянки освобождения решен частично, еще в 2015-2016 году. Тогда нам удалось собрать 200 подписей граждан и госсовет тогда открыли частично ее. Но сегодня, конечно, интересно. Есть место, можно открывать, это необходимо. Госадминистрация считает это необходимым, сохранить часть площади для пешеходов. В то же время все наши депутаты паркуют свои авто на пешеходной зоне в районе Дворянской. Полагаю, что для подробных людей с детьми более правильным стоит развивать инфраструктуру на набережной реке, которая находится сегодня в ужасном состоянии. Она разрушена, я даже фотографии там делал, высылал, ну, пока там запущена. В Пренестрове стала нормой установка крестов в парках и вдоль дорог, жертвам ДТП и несчастных случаев, что нарушает церковные каноны. Этот вопрос мы вывели на обсуждение в правительство, в общественную палату ФМР, где было принято решение о демонтаже. Было принято решение о запрете установки новых крестов в нашем горсовете и начале демонтажа ранее установленных органами исполнительной власти. Мы настаиваем решить этот вопрос и в нашем городе, к сожалению, прошло два года, а исполнительные органы власти не приступили к этой работе. Места гибели, отмечу, что нам предложили этим заниматься. У меня есть письмо, когда Кара говорит, что мы должны этим заниматься, это органы местного самоуправления. Они предложили нам провести ревизию, мы сделали эту ревизию совместно с общественной палатой, объехали, вот мы даже с некоторыми членами тут, объезжали, регистрировали 50 крестов, которые есть. Есть среди них кресты и погибшим участникам боевых действий, которые мы предложили тоже демонтировать. На их месте поставить плиты памятные, которые должны содержаться в надлежащем состоянии согласно действующего законодательства. Есть закон, который указывает, что это должно быть. Продолжение следует...